ну вот прошли сутки торт настоялся теперь самое время его попробовать ну пропитался отлично глине чай ну что корис ты доволен я я натюрич из фантастиш попробуйте приготовить такой торт вы не пожалеете вы откроете для себя на вкус всем привет попросили меня мои знакомые испечь что-нибудь сладкое и выставить на моем канале вообще это не моя стихия но я решил удовлетворить эту просьбу и есть у меня пару тортов которые я время от времени пеку для себя для своей семьи это один из тортов которого я поставил в одну шеренгу с такими тортами как прага сказка те торты которые из моего детства из ссср сегодня я приготовлю такой торт который называется торт спартак у меня уже есть такой торт на моем канале но этот я сделал немного по-другому здесь крем у меня будет на сметаной основе и добавится вареная сгущенка поехали значит для коржей мне понадобится да если я мало ли что-то забуду то все ингредиенты как всегда вы найдете на моем канале мало ли если что забуду или неправильно скажу описание будет четким значит мне понадобится для коржей 400 грамм просеянной муки мне понадобится натуральный мед 100 грамм или две неполные столовые ложки которые я предварительно разогреваю и добавлю сюда сразу одну ложку негашеной соды если вы не уверены что у вас мед натуральный то загасите чайную ложечку соды лимонным соком и добавьте так видите у меня пенка образуется уже потому что мед у меня натуральный также понадобится 70 миллилитров молока или 8 столовых ложек 20 грамм какао или две неполные столовые ложки одно куриное яйцо и 180 граммов сахара для крема мне понадобится один килограмм 30 процентной сметаны для жителей германии это крем фрэйш он 30 процентов я его заранее подвесил но ведь я начал готовить с вечера то есть его поставил в холодильник на на сито чтобы у меня лишняя влага ушла также для крема мне понадобится 85 граммов сахара и два пакетика ванильного сахара в общем весом 16 грамм да и чуть не забыл для коржей понадобится 50 граммов сливочного масла которое я предварительно в микроволновой печи растопил так ну для промазывания коржи также мне понадобится вареная сгущенка вы можете сделать сами я ленивый я купил так для глазури мне понадобится один дед мороз шучу дед мороз мне не понадобится мне понадобится 50 граммов шоколада можете взять сливочный можете взять горький тот который вы любите и 30 граммов сливочного масла так для украшения но я особо украшать не буду я просто добавлю поджаренные лесные орехи ну вот и все поехали в чашку сразу вливаю молоко теплое просею какао-порошок тщательно перемешиваю добавляю часть сахара можно добавить еще можно добавить весь вбиваю яйцо тщательно перемешиваю добавляю сливочное масло добавляю мед и тщательно перемешивать до полного растворения сахара можете воспользоваться услугами миксера сахар растворился я всыпаю просеянную муку и тщательно перемешиваю тесто но в результате мне нужно получиться такое не густое мягкое тесто тесто накрываю пленкой и дам ему постоять буквально полчаса а тем временем я забью крем так мы всыпаю сразу ванильный сахар оставшийся сахар добавлю часть сметаны и начинаю взбивать и добавляю оставшуюся сметану вот с одного литра сметаны у меня примерно ушло наверное грамм 150 жидкости который мне не нужно и продолжаю взбивать крем для до полного растворения сахара сахар полностью растворился мой крем готов я накрываю пленкой и убираю в холодильник полчаса прошло я выкладываю тесто на рабочую поверхность мне понадобится еще немного муки чтобы раскатать тесто присыпаю рабочую поверхность выкладываю тесто и слегка его вымешиваю тесто раскатываю вот таким манером и делю на 6 частей или по 135 грамм возможно мне еще немного тесто останется после раскатки его уже на коржи и тогда я не исключено что сделаю еще один седьмой корж тесто убираю один кусочек оставляю так выкрываю его полотенцем чтобы он не заветрилось включаю духовку на 170 градусов и прогреваю ее как для удобства коржи я буду раскатывать сразу на пекарской бумаге и затем выдавливать крышкой размер диаметр примерно ее как на форма для выпечки номер 26 то то есть 26 сантиметров в диаметре отбиваем корж вилкой чтобы при выпекании у нас не сдыпился и отправляем выпекаться при температуре 170 градусов вверх-низ без обдова в заранее прогретую духовку на 7 минут тем временем пока у нас корж выпекается мы подготавливаем следующий чтобы тесто у вас раскатывалось легко и не прилипало поместите его предварительно холодильник хотя бы минут на 15 я этого не делают потому что я справляюсь и так так друзья ну вот прошло 7 минут корж у меня готов сразу отправляю следующих порш также на 7 минут как вы видите что с этого коржа я тесто собрал я его буду собирать для седьмого коржа и отправляем остывать последующие готовые коржи ни в коем случае для охлаждения укладывайте один на другой иначе они у вас просто-напросто слипнется окно эти запеченные обрезки я пока собираю из них я в дальнейшем сделаю крошку для обсыпки борта торта или отсюда я тоже могу часть крошки снять этот лист пекарской бумаги я могу использовать еще несколько раз и следующий порш так мы отправляем последний порш ну как вы видите и мне достаточно было два листа пекарской бумаги я сразу измельчу обрезки в крошку если вы посчитаете что у вас слишком мало крошки вы можете добавить спокойно печенье или добавить каких-либо орехов тех которые вы любите который вам нравится как у меня все коржи готовы все коржа остыли самый последний корж он оказался у меня самый тоненький из то что я его принципе и не планировал остальные коржи посмотрите у них довольно миллиметров 5 на получилось в общей сложности толщины так что смело можно раскатывать это кажется что корж слишком тон на самом деле когда он будет готов он довольно хорошо поднимается так мы теперь я распределяю по всем коржам я распределяю вареную сгущенку кроме одного это будет у меня верхний слой я его оставлю и аккуратненько при помощи лопатки распределяю по всей поверхности коржа первый корж самый страшненький чтобы никого не пугал я его сразу отправляю на дно тарелки добавляю буквально одну ложку крема в общей сложности крема у меня получилось 900 грамм я разделю этот крем на 7 частей седьмая часть должна быть немного больше чем все остальные то есть я сделаю площадь я буду делать это дело на весах по 120 грамм на корж ну а у кого нет весов подделать на глаз и разравниваю крем по всей поверхности коржа и следующий ну вот коржи я промазал кремом теперь осталось борта теперь обсыпаю торт крошкой ставлю торт ненадолго в холодильник а сам приступают приготовлению глазури вода не обязательно должна кипеть 30 граммов масла и наш дед мороз кирдык пришел дед морозу осталось от него только колокольчик даем все и всему этому делу растопиться принять однородную массу и потом мы это глазурью покроем наш торт шоколад желательно предварительно порезать на более маленькие части ну так как он у меня внутри пол и поэтому он раступится мне довольно быстро глазурь моя готова и я ее выливаю на середину коржа масса не должна быть очень горячей иначе она будет сильно стекать украсить вы можете по вашему усмотрению я очень лично я очень люблю лесные орехи поэтому я просто произвольно накидаю пару лесных орехов орехов здесь у меня примерно ну грамм 100 не больше есть у меня в холодильнике немного тридцати процентных сливок вот я сейчас тоже забью без сахара и прикрою вот эти погрешности к внизу торта если вы решите тоже работать со взбитыми сливками то имейте ввиду дайте торту обязательно хорошо в холодильнике остынуть иначе сливки у вас и этим самым вы только испортите весь свой торт вот и все друзья мои мой торт спартак готов на этом видео закончено желаю вам приятного чаепития хорошего настроения попробуйте приготовить такой торт сами и вы увидите насколько он вкусен на с вами прощаюсь всего вам доброго и до новых встреч